Привет! Сегодня хочу вам рассказать об одной новинке, которая мне лично очень сильно нравится. Это такие вот карабуськи, и называются они скандинавские домики. Путешествия по Амстердаму и прочим прибрежным городам все-таки не проходят мимо. И сразу хочется вот чего-то такого прямо скандинавского. И наш цех, мы попросили сделать вот такие домики. На первый взгляд вы скажете, зачем же такие штуки вообще нужны, что с ними делать, и они очень нефункциональны. Но! Открою вам страшную тайну. В них можно очень красиво упаковывать подарки. Я вам сейчас покажу, что конкретно туда можно упаковать. Я взяла для примера два пустых флакона, которые вы можете наполнить любыми составами полезными, которыми вы захотите. Я взяла несколько отдушек. Если ваш друг, подруга, мама, сестра увлекаются маловарением, и отдушка для них лучший подарок, я взяла кусочек наполнителя совсем-совсем немножко, для того, чтобы создать объем в упаковке. И, в общем-то, наклеечки. Все, что мне для этого нужно. Итак, берем маленький скандинавский домик. Скажу честно, они продаются в комплекте. Большой домик и маленький домик. Они не сильно отличаются по размеру, и, в общем-то, вместе смотрят тоже красиво. Берем совсем немножко наполнителя. Прям совсем чуть-чуть. И берем два флакончика. Я предлагаю на эти два флакончика наклеить красивые этикетки. Одну я взяла в мамочке этикетку. Посмотрите, как это было. И вторая этикетка – ручная работа. Обе этикетки я выбрала в едином стиле, в розовых оттенках, чтобы вместе они смотрелись максимально гармонично. Я укладываю эти флакончики в скандинавский домик и прокладываю все это наполнителем. Для того, чтобы флакончики не болтались внутри упаковки. Итак, первый комплект у нас получился. Вот такой комплект с двумя флакончиками в скандинавском домике. Для того, чтобы зафиксировать флакончики в домике, достаточно либо пищевой пленки, либо термоусадочной пленки, которая есть в ассортименте нашего магазина. Вы просто отрезаете нужное количество пленки, берете свой обычный бытовой фен, запаиваете все это добро, где нужно, подклеиваете скотчем, если будет такая необходимость. И ваши флакончики будут хорошо держаться в этой упаковке. Хочу показать еще один способ использования этого маленького скандинавского домика. Я предлагаю сюда поместить две отдушки. Если вы не знали, наши отдушки, если их поставить вместе, складываются вот в такую красивую каплю. Отместить вылезти не красиво. Мы складываем сюда две отдушечки. Опять же, прокладываем все это наполнителем и закрываем либо пищевой пленкой, либо термоусадочной. Но это еще не так. У нас есть большой домик, в который входит больше наполнителя. А значит, переместить мы туда можем гораздо больше. Итак, раскладываем красивенько наполнитель. Я взяла наполнитель натурального оттенка, для того, чтобы создать эво-стиль. Вы можете взять что-то поярче. Взяла однотонное мыло и укладываю его в этот наполнитель. Закрываем все тем же способом. Посмотрите, как красиво это смотрится. Также мы можем положить мило побольше. Я взяла солушку. Вот такую. Тоже ее укладываю здесь. Делаю ей подушку поудобнее. И получаем идеальный подарок из одного мыла. Если вы подарите просто в пищевой пленке мыло, это не будет смотреться так эффектно, как это смотрится в этой коробочке. Итак, использовать эти скандинавские домики можно не только для упаковки. Мы можем, например, их покрасить в белый цвет, в черный цвет, кому как захочете. Поставить на полочку и ставить туда какие-то статуэтки. Или, например, 3D-милы. Как вариант. В общем-то, это мои предложения, как использовать такую. Но вы можете предложить свои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!